Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вновь приветствую вас в нашей телевизионной школе рисования. Сегодня мы с вами продолжаем писать картины на тему русской истории. Почему я взяла эту тему? Вот объясню вам. Мне кажется, что в русской живописи есть картины, которые перекрывают всю эпоху. Вот такой картиной была картина «Явление Христа народу» Александра Андреевича Иванова, которую он писал 20 лет. Это середина XIX века, и эта картина является своего рода мостом от первой половины XIX века ко второй половине XIX века. И другая картина, которую можно выделить в истории русского искусства XX века, это картина Павла Корина «Русь уходящая», но которую он не написал, но которая существует в эскизе. Реквием 1935 года, эскиз. Вот если мы посмотрим на эти две картины, то мы понимаем, что это судьбоносные картины, что вот в них все, во-первых, ожидания русской истории, русского человека, судьбы России. И сейчас, мне кажется, в XXI веке тоже нужно думать над такой картиной, которая бы охватила все стороны жизни, и которая бы ответила на отчаяние русского народа, русского человека, русской истории, русской идеи, русской судьбы. И вот, конечно, я взяла тему Победоносцева и консервативный путь развития России не случайно. Во-первых, я хочу этой картиной утвердить значимость и значение личности каждого человека для судьбы страны. Тем более государственного деятеля, чиновника такого масштаба, каким был Константин Петрович Победоносцев и оберпрокурор Звитейшего Синода, в частности, он был. И я, посмотрев его фотографии, и вам тоже рекомендую посмотреть его фотографии, взяла и стала рисовать сначала его вот карандашиком, посмотрите. Более того, в Российском государственном историческом архиве есть фонд Константина Петровича Победоносцева, где мне приходилось читать личные письма, конечно, деловую переписку. И, конечно же, я даже и статью писала о портретах Победоносцева, Репина и Серова. Сравнивала два портрета, который писал Репина, который писал Серов. Вы можете их посмотреть. Они совершенно разные. В одном случае там портрет человека уже пожилого, больного на заседании Государственного совета, такой портрет Маска безжизненный, а в другом случае у Серова это живой, общительный такой человек. И дело всё в том, что этот человек писал стихи, например, для своей жены Екатерины Александровны Победоносцевой, которые и он, и она были благотворителями. Екатерина Александровна Победоносцева до замужества Энгельгард, она, рождённая Энгельгард, она содержала Свято-Владимирскую школу, и семья дружила и с Катковым, и с Достоевским, и, видно, и деятели культуры приходили к ним в дом. Вот, конечно, на Победоносцева охотились, и он вызывал ненависть у революционеров. Да, но вот существует мнение, что он якобы сказал Николаю Второму, «Я осознаю, что продление существующего строя зависит от возможности поддерживать страну в замороженном состоянии. Малейшее тёплое дуновение весны, и всё рухнет. Конечно, он чувствовал опасность приближающуюся революционной катастрофы, и он всячески хотел, во-первых, оттянуть это время, а во-вторых, полностью выбить почву для каких-либо социальных потрясений. Ну вот, зачем я сделала этот рисунок? Ну, чтобы подобраться как-то к теме, потому что он будет главным действующим лицом. И, конечно, в либеральной прессе, вот, Лансере, например, делал обложку журналов провинции, и существовали ещё шаржи на Победоносцева, шаржи, которые высмеивали саму эту вот такую фигуру Победоносцева. Кстати, тот же Блок писал, вспоминая то время, «В те годы дальние глухие в сердцах царили сон и мгла, Победоносцев над Россией простёр совиные крыла, И не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл, Он дивным кругом очертил Россию, Заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна». Понимаете, вот тоже мистика такая определенная есть в этом человеке. Бердяев тот же, он критически относился к Победоносцеву, и, собственно говоря, в упрёк ему ставил неверие в человека, в его творческие силы. Так же, как впоследствии появится желание и у Ленина, и у Победоносцева, это Бердяев писал о том, что они только путём насилия управлять Россией, путём принуждения, вот это желание к принуждению было и у той, и у другой власти. Но мы с вами не будем спорить на эту тему, а просто нарисуем сейчас этого человека в картине. И, конечно, вспомним о том, что Победоносцев выступал за православный путь развития России, за продолжение этой триады самодержавия и православия, народность, за церковно-приходские школы, за такой охранительный порядок, за поддержание традиций. Он был своего рода таким народником и почвенником. Но сначала, в начале своего пути, был либеральных взглядов. Только после убийства Александра Второго он перешёл на другие позиции. Но вот как же мы поступимся к этой теме? Как я решила эту композицию, эту картину на такую значимую тему? Во-первых, я сделала вот такой эскиз, и этот эскиз тщательно отрабатывала. Сначала, вы видите, я поддалась тому настроению. Я поставила сюда Победоносцева как шарж, как карикатуру, которую увидела на обложке журналов, в революционных. Вот он как на помосте здесь. И посмотрите, этот народ покорный, забитый, верный с традициям, православие, крестный ход идёт, деревянная Русь и такая вот ширь, просторы. Ну, даже вот специально я попробовала взять этюд, этюд лодочек такой. И мне показалось, что вот в этом этюде можно решать саму картину. У нас там будет шире реки русского города. Но ещё в качестве отрисовки этого крестного хода через кальки, многочисленные, кстати, вот эти кальечки, которые можно... Вот детали картин, композиции можно отрисовывать таким образом. Вот, приложив кальку, вот, допустим, новая калька у меня, да, и я что-то оставляю, а что-то сохраняю. Там расстояние между фигурами, допустим, да. И очень удобно здесь вот в данном случае, вот, допустим, какую-то фигуру, если я хочу изменить или добавить, или здесь, наоборот, как-то отрисовать иначе. Вот. Допустим, эту я здесь ставлю, наклон головы меняю. Или вот послушный и покорный здесь такой бородач. Может, он более сагбенный будет, более сагбенная фигура, с иконой он будет, богомолец. Одним словом, вот по калечке очень удобно конкретизировать. Конечно, он победоносцев не принял закон о веротерпимости 1905 года и свободы, которые были дарованы обществу. И он ушел с поста оберпрокурора. Да? Ну, вот эта фигура победоносцева, она у нас сохранится. Здесь я бы поставила еще напоминание о Петербурге. Значит, здесь такие балясины. Может быть, это будет из какого-то балкона петербургского особняка. совмещение разных пространств. Допустим, такие ступени. А там Русь деревянная, Русь деревенская. И вот этот крестный ход, о котором мы только что упоминали. Вот идет эта масса людей крестным ходом. За Русь святую, за царя, за отечество. Вот это ощущение такого крестного хода по всей России. Вот я бы вот так протянула туда этот изгиб. Вот у нас композиция будет строиться. Вот вертикаль фигуры победоносцева, но ни в коем случае не шаржированная, не гротесковая. здесь вот можно сказать символ России, такой старец, богомолец за ним. И здесь деревянные избы, деревянные избы, ритм нужно найти. Пятиглавие традиционное, пятиглавие, и допустим колокольня трехъярусная. Ну вот так вот я рассуждаю. Видите, как закручивается эта композиция? Здесь вот такой овал и здесь берег реки и какой-то такой небольшой возвышенности. Может быть это Жигулевские горы, может быть это Волга, типичный такой русский город. Вот он думал о России и думал о России в таком ключе. И конечно идут с иконами, с образами. Но мы с вами уже попробовали портрет написать, давайте теперь напишем это на большом холсте. конечно вот посмотрите здесь есть над чем поработать. Я просто перенесла эту композицию, схему которую только что вам начертила, нарисовала на большой холст и ввела сюда основные массы цветовые. идея. здесь у нас тоже такой победоносцев официальный. Но он такой молитвенник за землю русскую. Вот понять душу России специфику исторического пространства, исторического времени, психологию дано не каждому. Хотя конечно же победоносцев называл демократию и парламентаризм великой ложью нашего времени. Вот он автор многих сочинений, которые имеет смысл почитать. Но с точки зрения того, почему именно такие воззрения сложились у человека, что на него повлияло. Вот тоже здесь такое лицо как маска у него, да. Я сейчас еще должна дописать саму толпу, вернее крестный ход людей в толпе, масса. Ну, где-то там за очками вот у нас, видите, там посажены глаза, рука в таком вот такой какой-то мольбе, молитве. о спасении России от революционных напастей. А здесь вот мы вполне можем вот этот вот крестный ход, как я уже говорил, да, вот, конечно, здесь такой непримитивистский подход, опять-таки, вот здесь можно вычленить какие-то фигуры. Вот он, этот крестный ход, вот он продолжается, как бы идет по всей России. Это движение, да. Вот так вот обнимающий характер имеет, да. И здесь мы тоже с вами давайте цвет и усложнять, и писать. Одновременно. Крестьянин с иконой. Так, где-то, может быть, вот поярче обозначить эту руку. Вот. Вот. здесь вот, конечно же, вот сам ландшафт, пейзаж, настроение важно. И вот эта вера, которая спасет людей, вера во Христа, молитва. Вот такой путь России, консервативный путь России. Вот что победоносцев хотел для России. И многочисленные тут вот лица, которые можно там вырвать из толпы, вот как-то еще их там тоже мужчина с бородкой там допустим. Здесь тоже первый план, да, какой-то дать в этой массе. решение. Ну, конечно, здесь решение такое, какое нам давал, допустим, Гончарова Наталья Сергеевна в своих крестьянах. Вот, наверное, это конечно не в коем случае не то, что было в работе Иванова «Явление Христа народу» или у того же Корина, там натурные вещи. Но можно, конечно, от этого эскиза, оттолкнувшись, взять типажи, прописать натурные. Тут вот даже там ребенок вот с мамой. я думаю, что Павелоносцев верил вот в эту Россию, в эту Россию, а не в революционную, не в нигилистически ориентированную Россию. Ему импонировал вот этот здоровый дух народа, который хранит веру. Вот смысл был развития истории по русской истории по победоносству и порядков в России. Но вопрос заблуждался он или нет, это совсем в другой плоскости находится. Мы сейчас это рассматривать не будем. Мы вот с вами дали такую пластическую вариацию этой темы личности в истории и победоносства. Вот он, петербургский интеллигент перед вами. Правовед, государственный деятель, историк церкви, действительный тайный советник, идеолог контрреформ Александра Третьего, оберпрокурор Святейшего Синода, член Государственного Совета. Вот он, этот человек, который родился в семье профессора словесности и литературы Императорского университета в Москве. Он преподавал право великому князю Николаю Александровичу. Так что таков послужной список человека, которого мы нарисовали и народа, о котором он думал, о котором он родил за благо народное. Музыка. 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 Ну вот, дорогие друзья, еще один наш живописный отклик на, как мне кажется, злободневную тему русской истории. Пути России Константин Петрович Победоносцев. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Творческих вам успехов. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.